АПЛОДИСМЕНТЫ Двукратные чемпионы Европы, неоднократные призеры чемпионатов Европы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юлия с Алексеем и Марией с Алексеем Тихоновым. Потому что, конечно же, еще раз хочу повторить, что за оставшееся время, 20 дней, сложно будет что-то изменить. А вот именно доработать какие-то нюансы в программах и в короткой, и в произвольной, это возможно. И если мы говорим о том, что Юлия Абертас и Сергей Славнов, это, ну, будем откровенны, наше, наверное, будущее парного катания, то вот, на мой взгляд, Маша и Алексей, это такой цементирующий фактор нашего парного катания. Надежные, опытные и не перестающие удивлять зрителей и любителей фигурного катания каждый год. Надо нужно сказать, что мы с вами стали свидетелями трех просто великолепных коротких программ. Их объединяет то, что все они, в общем-то, на классическую музыку, в таких наших лучших традициях. Георгий Сверидов, Датьянина и Маринина. Вот Глиэр в исполнении Абертас Славнов и на музыке Гендаля короткая программа Марии Петровой и Алексея Тихонова. И, в общем-то, надо сказать, что все три наши пары нас, притом при их высочайшем классе, тем не менее, я могу сказать, что они сегодня просто приятно удивили. И в то же самое время вы говорите о том, что они в классическом стиле выступают, но все три пары абсолютно разные. Ну, это тоже показатель как раз высочайшего класса. У каждой пары есть что-то свое, какое-то свое лицо. И, ну, просто замечательно сегодня выступили все три наши пары в короткой программе. И в каждой, и у каждой пары есть и свои изюминки в коротких программах, свои находки в поддержках, во вращениях и во всех тех элементах. Я имею в виду именно сегодня короткую программу, потому что, конечно, в произвольной программе также будет много интересного. Илюшка? Ну, что там говорить? Мы практически во всех трех коротких программах не видели ни одной ошибки. Да, да, да. Ни одной. И в то же самое время, я еще раз повторюсь, что мы видели у каждой пары те же самые фактические элементы, но с оригинальными подходами, с оригинальными выходами после поддержек и так далее. 66,07 балла получают Мария и Алексей. Это результат тоже близкий к их лучшему результату. И они занимают сейчас второе место, проигрывая Татьмянина и Маринину, ну, где-то в районе двух баллов, чуть-чуть меньше. Один балл и 97 сотых. Достойные было выступлению Маши и Алексея.